Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инстатв, в студии я, Анна Касаткина. Заявление Терезы Мэй способствовало укреплению позиций фунта, в то время как на евро оказывают давление сразу несколько факторов. Позитивные новости из сферы внешней торговли укрепили позиции доллара. Подорожать ему удалось, в частности, за счет слабости ряда других крупных валют. Давление на евро продолжается, поскольку доходность десятилетних гособлигаций Германии упала до самого низкого уровня за 2,5 года. Подъем курса пары евро-доллар ограничила мягкая риторика главы ЕЦБ Марио Драги в среду, который намекнул на возможность очередного продления сроков повышения ставок. В четверг главная пара на рынке пытается удержаться от дальнейшего падения и торгуется на отметке 1,1253. Сегодняшние данные могут скорее помочь, чем навредить валюте. Впрочем, слабые сигналы по всей еврозоне и ухудшение оценок ЕЦБ омрачили настроение во всех отраслях. В марте сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике евроблока опустился до 105,5 пунктов с пересмотренных 106,2 пунктов в феврале. Снижение показателя имеет место на протяжении 9 месяцев подряд. Мартовское значение стало минимальным с октября 2016 года. Аналитики рассчитывали на менее заметное снижение индикатора до 105,9 пунктов. Парламент Великобритании в отчаянии и пока безуспешно ищет подходящие стратегии для Брекзита, способные защитить страну от экономической катастрофы. Законодатели не поддержали ни один из восьми вариантов расставания Британии с Евросоюзом. Тем временем фунт проверяет на прочность верхнюю границу коридора. Стерлинг подорожал до 1,32 доллара и стал лучшей валютой среды. Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламентарии проголосуют за ее вариант сделки. Очередное голосование может произойти в конце недели. И если министры все же одобрят сделку Мэй, мы можем увидеть бешеный рост фунта. С начала недели пара фунт-доллар находится в подвешенном состоянии. Стерлинг предпринимает слабые попытки укрепить позиции благодаря осторожному оптимизму со стороны рынка в ожидании возвращения непопулярного варианта соглашения. В четверг курс пары фунт-доллар в основном находится под контролем быков и торгуется в районе отметки 1,3149. По отношению к большинству других валют, включая евро, фунт снижается. В ближайшие дни станут ключевыми для вопроса по Брекзиту. Торги по фунту будут высоковолатильными, а этот факт традиционно привлекает трейдеров, так как колебания – это главный источник их заработка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова